Самара Самара входит в число городов-счастливчиков, в котором есть свой собственный орган. Случилось это, появился он в 2001 году, 11 лет назад. Кстати, 17 февраля можно отметить его день рождения. Хотя этому событию предшествовала долгая пятилетняя подготовительная работа. Потому что, во-первых, нужно было нарисовать эскиз органа. Надо было его заказать, заказывали его в Германии. Надо было проверить акустические особенности зал Самарской филармонии. Опять-таки привести его, настроить, смонтировать и так далее. И вот 17 февраля 2001 года здесь, в стенах Самарской филармонии, состоялся первый концерт, который дал Гарри Гродберг, солист Московской академической филармонии. А своя хозяйка у самарского органа появилась только три года спустя. В 2004 году в Самару приехала Людмила Камелина, заслуженный артист Российской Федерации, солистка Самарской государственной филармонии. Сегодня самарский орган и его хозяйка – это основные участники программы «Мастер-класс». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Людмила, я прочитала в прессе, что, оказывается, органная музыка сейчас крайне популярна в Европе. Собирает большое количество слушателей, зрителей. И вот я, когда эту информацию как-то получила, я начала обдумывать, осмыслить и думала, ну как же это так? Органная музыка модная. Я понимаю, когда модный тяжелый рок или там R&B, они так вот волной проходят музыкально, и потом куда-то там исчезают. Вот как вы относитесь к этому, к этой сентенции, что органная музыка популярна? Может ли она быть популярна, на ваш взгляд? Ну, вообще, меня это, конечно, радует. Хотя я не могу сказать, что... Вот нельзя сказать о Европе, что там органная музыка популярна. Она часть жизни. Как вы знаете, там в каждом квартале есть церковь, в которой установлен орган. И большинство жителей этих городов и деревень, они два раза в неделю ходят в церковь и слышат органную музыку. Пока для нашей жизни органная музыка является некой такой вот, ну нельзя сказать, чтобы экзотикой, но во всяком случае нечасто встречающимся явлением, поэтому вызывающим определенный интерес. Мы, российские органисты, конечно, очень радуемся этому факту, мы радуемся, что к нам приходят слушатели, мы всегда рады видеть и тем более рады общаться с вами, если представляется такая возможность. Ну вот как раз орган и его органичность, да, мне очень понравилось сочетание этих двух слов. Вообще, конечно, если в историю-то углубляться, то в недалекую историю, скажем так, веков на пять назад, то органная музыка была прерогатива, конечно, католической церкви, потому что действительно во всех соборах стояли органы. И вот у меня в связи с этим два вопроса. Первый вопрос, вот насколько органично эта культура европейская сейчас для нашей и российской, насколько они переплетаются, да? Потому что я знаю, что орган использовал в своих произведениях и Чайковский, и Римский-Курсаков, да? Вот как это пересекание взаимопроникновения происходило, это первый вопрос. И второе, вот этот вот церковный флёр, как вы думаете, он мешает восприятию органа именно в России? Безусловно, вот этот, как вы сказали, флёр, эта краска органная и этот характер, который присущ инструменту нашему любимому, он, конечно, присутствует в сознании каждого. Потому что когда мы говорим орган, вот если поиграть в ассоциации, то что возникнет? Какая ассоциация? Орган? Бах, да? Обязательно. Орган – это Бах. Мы знаем, что орган работал кантором, простите, мы знаем, что Бах работал кантором в церкви. И, конечно, 90% музыки, даже, может быть, больше написанной для органа, написанной для нужд богослужения. И когда орган использовали композиторы в светской музыке, вот вы назвали Чайковского, есть угно использования органа, то чаще всего это как раз краска, которая создаёт образ звучания органа в церкви. То есть божественная природа этого инструмента, она, конечно, более всего привлекает композиторов. Любой звук музыкальный, да, мы знаем, что музыка – это искусство звука, да, любой звук, он востребован. И, наверное, у каждого инструмента есть своя публика, и у каждого звука есть свой слушатель. Здорово сказали. Людмила, концертный зал, ну, я сказала уже, что Самар действительно повезло, концертный зал, филармонии или там ещё каких-то, в одном есть орган, во втором нет. Как вы думаете, что второй зал, в котором нет органа, чем и как, в каком, я не знаю, как он проигрывает по отношению к первому? Ну, в таком случае жители этого города лишены возможности слушать целый пласт музыкальной культуры, безусловно, потому что органная музыка, я думаю, в процентном отношении занимает, ну, я не знаю, 15-20 процентов, потому что органной музыки очень много. Вы знаете, что если там каждое воскресенье, вот раньше, в эпоху барокко, кантор должен был играть во время службы новое сочинение, там новую кантату Бах писал каждую неделю, представляете? Сколько музыки написано, и если нет органа, хорошо, если есть возможность, сейчас, правда, она, конечно, есть, возможность слушать в записях органную музыку, но, безусловно, момент присутствия на концерте, я думаю, он очень важен для некоторых. Вы выпускница Казанской консерватории, вы пришли туда поступать как пианист, а потом вдруг что-то случилось такое, что вы стали изучать орган. Ну, во всяком случае, когда я изучала у вас материалы, было написано о том, что вы самостоятельно вот как-то взялись за изучение этого инструмента. Что вас подвигло? Мне случилось то, что в Казанскую консерваторию привезли учебный орган. Когда я поступила в консерваторию, то орган стоял только в концертном зале, который, в общем-то, был всегда занят, и студентам трудно было вообще прикоснуться к этому большому органу. Но привезли небольшой, маленький учебный орган, замечательный совершенно, установили в малом зале. И, конечно, все устремились попробовать себя в этом качестве. И вот, то есть я поступила на первый курс, и уже зимой начала заниматься на этом новом органе. Конечно, как и все, я пришла туда из любопытства. Я не могу сказать, что я очень любила органную музыку. Там в то время в Казани стоял не очень хороший инструмент, и я очень любила фортепиано. Мне казалось, что просто у фортепиано нет соперников, вообще близко. И мне просто было интересно от того, что не одна клавиатура, а три, есть еще клавиатура, на которой можно играть ногами. И потом музыка Баха, она, конечно, в репертуаре любого музыканта, будь то скрипач, пианист, она занимает центральное место. И мне интересно было послушать, как звучит музыка Баха на органе, на том инструменте, для которого композитор писал эти сочинения. И так получилось, что через полгода, то есть к концу первого курса, в общем, стало уже ясно, что я буду заниматься по двум специальностям. Педагог предложил мне двигаться параллельно. И консерваторию я заканчивала уже по двум специальностям, как пианистка и органистка. Потом мне повезло, я попала на мастер-класс. Это, знаете, было время, когда подняли железный занавес, и для советских или российских уже молодых музыкантов открылась возможность поучиться в Европе. И вообще, что говорить о том, что, конечно, традиции, органные традиции в Западной Европе и в России, их сравнивать нельзя. Это органная культура, безусловно, той же Германии, Франции, Нидерландов, она значительно богаче. И учиться, безусловно, органистам надо учиться там. Я, в общем, в этом уверена. Или хотя бы какой-то достаточно большой промежуток времени провести там с рубежом. И вот мне удалось, я поехала на мастер-класс в Швейцарию, познакомилась с педагогом, который пригласил меня потом учиться. И я заканчивала еще, у меня была такая аспирантура во Фрайбурге, на юге Германии, в консерватории. И бесчисленное множество мастер-классов. Тогда это было просто, сейчас это очень сложно, это сейчас очень дорого. А тогда для российских музыкантов везде был зеленый свет, нам помогали, нас везде встречали с распростертыми объятиями. И то участие, которое мы там встречали, оно вообще, конечно, до сих пор как-то греет душу. И те связи, которые тогда возникли, они до сих пор живут и помогают очень. Можете вы сказать, что вы сейчас в совершенстве овладели этим инструментом? Конечно нет. Я думаю, что, как известно, кто-то из великих сказал, что я знаю, что я знаю мало, да, что-то такое, вот о знании есть. И я думаю, что любой человек в путь, в профессии, он бесконечен. И даже теперь, когда я возвращаюсь к произведениям, которые играла, которые выучила там 20 лет назад, 25 лет назад, то как любое настоящее произведение искусства, оно открывается все время новыми гранями. Так же, как книгу, вот стихи можно читать бесконечно, да, и вот вдруг что-то открывается, какое-то новое созвучие, да, новый какой-то аромат появляется. И то же самое, я могу сказать, безусловно, о музыке, которую мы играем. Потому что орган, как любой инструмент, он обладает невероятными возможностями для того, чтобы вообще их освоить. Я уж не говорю о том, чтобы в совершенстве овладеть. Самое главное, что я знаю, как это делается, вы понимаете, да, как говорят, вот не надо все знать, надо знать, где найти информацию, да. И вот если у меня что-то не выходит, я знаю, я надеюсь, я знаю, как мне достичь того результата, который мне необходим. Ну, я, знаете, задала этот вопрос такой тоже с подвохом, с небольшим. Когда у нас отдают детей в музыкальную школу по классу фортепиано, понимают, что это обучение 7 лет, потом, если там есть успехи, то в музыкальное училище, потом в консерваторе. И весь процесс обучения занимает достаточно много. Вот если сейчас учить ребенка органу, то сколько на это потребуется лет для того, чтобы вот этот вот очень сложный в техническом плане, не только музыкальный, но в техническом, прежде всего, инструмент он освоил? Недавно ко мне привели, вернее, попросили. Вот мальчик в 5 лет очень хочет играть на органе. Он еще ничего не умеет. А вы, Милан, а вы не спросили, откуда у него появилось такое желание? Он ходит на наши детские концерты в филармонии. Здорово. Да. Ну, мне пришлось ему отказать. Вот это снимечко, которое вы посадили в Самаре. Ой, ну что вы, что вы. Это самое замечательное, мне кажется, что есть у нас в филармонии, это концерты для детской аудитории. Так что, мальчик 5 лет, взялись вы за его обучение? Нет, ну вы знаете, у нас в Самаре только филармония, один орган. И сцена эта, она, в общем, все время работает. И даже для того, чтобы мне подготовиться к концерту, приходится использовать не столько дневной, сколько вечернее и ночное время. Поэтому для этого родители должны приобрести компьютерный органчик. Когда-то мне тоже пришлось это сделать. От невозможности для каждого музыканта, для органиста есть две проблемы большие. Первая, где заниматься и где работать потом. Потому что вы понимаете, что где заниматься, если орган установлен, и здесь все время то симфонический оркестр, то спектакли, то камерные концерты. Где заниматься. А потом, когда было время, что пачками выпускали органистов в консерваториях. Ну то есть 6-8 человек выпуска. Представляете, у нас там консерваторий достаточно много уже, где готовят органистов, и где им работать. Если в городах, ну вот у нас один орган, да, концертный я имею в виду. В Казани два органа, в Новгороде один, в Саратове один орган. А органистов-то много, поэтому это очень большая проблема. То есть вам повезло, вы считаете? Мне несказанно повезло. Да. Вот по поводу несказанно, да, хотелось бы подробнее, почему, в такой степени. Ну сначала мне повезло, в Красноярске, в замечательном городе, в Сибири, образовалась вакансия. И органист, который там работал, мы были раньше знакомы, и даже в одно время пытались занять это место. Но он оказался более удачливым и проработал там лет 8, наверное, за тем органом. Там очень хороший зал, замечательные традиции вообще музыкальные в городе. И когда он уезжал, он эмигрировал в Израиль, он порекомендовал меня. И так случилось, что как раз в это время проходил всероссийский конкурс в Казани. Худрук Красноярской филармонии приехал в Казань, но он, видимо, уже был подготовлен к принятию этого решения. И он меня пригласил. И вот это была, конечно, большая удача, потому что в Казани нас было много. Я с большим удовольствием отработала в Красноярске, но я волжанка. И вот после пяти лет очень интересной работы в этом сибирском городе я вот так оказалась здесь. И это не меньшая удача, если не говорить, что это счастье работать здесь. Потому что мне очень нравится эта сцена. Знаете, вот я недавно сказала, что эта сцена намоленная. Такое количество великих музыкантов здесь работало за эти годы. То есть вот этот зал, он просто дышит многолетними традициями. Планка исполнительская здесь достаточно высокая. И вообще не все филармонии могут похвастаться таким набором артистов, которые приезжают. И вот в Самарской филармонии она всегда очень высоко держала эту планку. И входить на эту сцену, в общем, это большая ответственность и большая радость. Арган, он один из лучших в России. Не потому, что вот он, вот мой партнер сейчас. Он, во-первых, он сделан очень хорошими руками. Это фирма Bekerat в Германии. Она на очень хорошем счету. У них очень много инструментов по всему миру. Они сделали такой орган, вот в классическом виде, какой они строят, в общем, какие они устанавливают по всему земному шару. Орган качественный, с красивыми тембрами. И он большой. То есть размер органа определяется, конечно, не размером фасада, а количеством регистров. Вот здесь 52 регистра. Я приехала сюда, у нас в Казани было 18 регистров, в Красноярске 36 регистров. То есть это, конечно, нет, 41. Но все равно этот орган достаточно большой. И поэтому на этом органе можно играть любую музыку. Людмила, ну тогда будем просить вас что-нибудь исполнить. Но прежде еще в одном вашем маленьком секретике. Я знаю, что у вас специальная обувь есть, да? Ну не только у меня, просто поскольку мы... Там такие же ноты в педали, вы знаете, да? Есть педальная клавиатура, и там те же самые ноты. Вот. Для того, чтобы... Мы же не можем играть в рукавицах, да? То есть, в общем, мы должны пальцами чувствовать клавиатуру. Должен быть тесный контакт. Точно так же на педали, когда мы играем. Желательно, чтобы обувь была мягкая. И если говорить о женщинах-органистках, да? То нам приходится отказываться от каблука. Во-первых, потому что он может просто соскользнуть с клавиши, да? Вот. И во-вторых, просто действительно должна быть очень удобная обувь. Некоторые музыканты играют просто босиком или вот в чешках. Вот отказываясь вообще от всякой подошвы для того, чтобы вот как бы играть на ощупь. Да, чтобы вот это вот все ощущать лучше. Музыка. 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 Скажите, пожалуйста, а чем отличаются ноты органиста от нот пианиста? Ноты не отличаются ничем. А, вы имеете в виду сама партитура, да? Для пианистов две строчки, правая и левая рука, а для органиста три строчки, правая и левая и обе ноги. Скажите, пожалуйста, ваша семья была музыкальная? Как вы вот пришли впервые в музыкальную школу? По своему желанию или по желанию родителей? По моему настоятельному желанию, так скажем. Мама у меня медсестра была, папа инженер. Папа был категорически против. Ну вот, знаете, он носитель такого мнения, что артисты, музыканты, это все какая-то несерьезная профессия. Он хотел, чтобы я занималась языками. Ну, я так просила, что мама втайне от папы купила инструмент. Огромное черное пианино. И сначала она внесла в дом это пианино, а потом отвела меня в музыкальную школу, когда мне было шесть лет. Она рассказывает, что я... Вот когда только... Когда она усаживала меня за обеденный стол, я все время вот какие-то движения пальцами, что вот я как будто играю, я не знаю, где я это видела. Может, на музыкальных занятиях в детском саду, не знаю. Но вот это было... Это было мое горячее желание, действительно. Ничем не обусловлено. У папы слуха нет совсем. И там, где мы жили, это, знаете, типа Красной Глинки вот здесь, в Самаре. Там есть такой район с чудесным названием Дербышки в Казани. И вот в Дербышках у нас не было концертного зала. Хотя говорят, что когда-то там даже Рихтер играл. Ну, вот в какие-то 50-е, 60-е годы. Но когда я росла, это была вот такая окраина, где мы совсем не слышали классической музыки. И вот музыкальная школа, вот только мы там, в общем, жили, развивались, друг друга слушали. Скажите, пожалуйста, ваш сын пошел по вашим стопам? Пойдет ли? Пока не пошел. Но жизнь покажет. Ему сейчас 14 лет. И он в своем глубоком детстве, он немножко переел музыки. Потому что он был все время рядом со мной. Он ползал по клавиатуре. И, как ни странно, он сидел у меня на концертах и очень чутко реагировал. И он как-то вот очень тонко понимал. Иногда после концерта, я помню, ему было лет 6, наверное, он говорит, мам, ты очень красиво играла вот такое второе произведение. Но занятие в школе. Я его отдала на флейту, кстати. Потому что в Красноярске был очень хороший педагог по флейте. И он делал успехи, но решил, что не будет музыкантом. И я его никогда не готовила к этой профессии. Сейчас, закончив музыкальную школу по классу флейте, он решил заниматься на саксофоне. А у меня, может быть, немножечко, ну, наверное, все-таки не вопрос. В свое время, в наше советское время, мне посчастливилось быть несколько раз в Домском соборе в Риге. Тогда, когда у нас еще не было. У нас было это здание, но у нас не было органа установлено. И вот, вы знаете, я хочу сказать, конечно, не мне вам говорить, звучание музыки отличается. Это никому не секрет. Но я, как житель нашей Самары, и как вот я рождена именно в городе Самаре, и прожив здесь 70 лет, я очень горда, и думаю, вы мне не дадите соврать, что в нашем городе, в замечательном городе, вот 11 лет установлен этот орган, и я сегодня счастлива только лишь потому, что мы с вами общаемся, вот не из зала мы на вас смотрим, как всегда аплодируем, а именно с вами рядом. Большое вам спасибо. Спасибо вам. И вы прям доставили нам вот, пусть пока еще мало сыграли, но доставили огромное удовольствие. Я думаю, что вы еще сыграете нам, вернее всего, и мы послушаем еще с удовольствием эту музыку. Спасибо вам большое. Людмила, я слышала, что органная музыка лечит. Правда ли это? Ну вот этот вопрос скорее должна адресовать слушателям, потому что одна моя коллега, музыковед в Красноярске, она приходила на мои репетиции, и она говорила, что ее отпускала головная боль. Ну я думаю, что это, в общем, конечно, индивидуально, как, в общем, все. Что-то, да, вот, то есть, видимо, какие-то вот резонансные, не знаю, там магнитные волны, магнитные, конечно, нет, вот, но что-то вот входит в резонанс, и при благополучном стечении обстоятельствах, наверное, действительно может помочь. С другой стороны, я знаю, что когда женщина ждет ребенка, то вот низкие частоты, которые на больших, которые издают большие трубы, они, ну, не очень показаны. Я это знаю на своем опыте. Людмила, скажите, пожалуйста, а когда вот формируют концерты по абонементам, там учитываются ваши предложения? Свои абонементы, конечно, в основном это мои, это мои предложения. То есть филармония, конечно, всегда учитывает, ну, какие-то общие пожелания и предлагает мне форму. Но вот наполнение программы, это в большей степени, конечно, это моя работа. Есть какие-то пожелания, да? Да, но если есть пожелания, я так думаю, что они учтут наши пожелания, если мы будем давать. Конечно, а вы, пожалуйста, я слушаю вас, да? Ну, это будем так. Вы можете сейчас. Учитывать. Хоралы Баха. А? Хоралы Баха. Хоралы Баха, хорошо. Вообще, у нас баховская программа всегда проходит 12 июля. Вот каждый год вечерняя музыка с музыкой Баха. И там я, конечно, всегда играю Хоралы 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 Баха. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok